Доброй пятницы вам, друзья! Недоброй пятницы вам, мне, другим! Вчера был день памяти Ильяна Семеновича Семенова. 15 сентября 1993 года его не стало. То есть через год будет уже 30 лет, 30 лет как ушел этот величайший деятель отечественной культуры. Я сейчас не прописательские его качества говорю, я повторяю всегда, что я не являюсь литературой ведом. Но я видел, что он сделал, и помню, как он работал. Удивительно, кстати, мы созванивались, как обычно, в этот день с прекрасной Ольгой Юлиановной Семеновой, его младшей дочерью. И, помимо всего прочего, обсуждали, что в Википедии почему-то указано дата его ухода 5 сентября 1993 года. Это удивительное дело. Масса людей жива, тех, кто помнит Юлиана Семеновича, помнит этот день и вообще все обстоятельства его ухода. И не так давно был вечер памяти в ЦДЛ, который мы с Димой Лихановым, с моим коллегом и другом детства ввели в памяти Юлиана Семеновича Семенова. Замечательно выступил там, кстати, Константин, Лианцет и Захар Прилепин, и многие другие люди. И мне кажется, так легко проверить дату и рождения, и ухода, ну, реально великого человека. Здесь дело не в том, что он отец Штирлиц, и дело не в том, что он что-то там написал, а он изменил ландшафт советского культурного пространства. И в частности, потому что сумел сделать проект «Софсек». Это была первая частная газета. Первая частная газета. Я горжусь тем, что я был первым штатным сотрудником этого издания. Вот. И к вопросам об обстоятельствах и о том, что написано в Википедии, мы, кстати, говорили с Ольгой, что рано или поздно все-таки прольют свет на обстоятельства его устранения. Хотя, конечно, точно не установят, кто это. И вот здесь как раз дата, это не 93-й год. Фактически он был устранен в 90-м году. В 90-м году это, конечно, он был слишком наивен и влез в такую историю с так называемым «золотом партии», если вы помните. Вот недавно в связи с кончиной Горбачева какая-то информация все-таки прозрачилась про то, что тогдашний премьер Павлов, вот он продавал. Денежные массы рублевые, как все это готовилось. Вот здесь у нас любят изображать Михаила Сергеевича Горбачева таким, ой, я не понимал, такой был очарованным Западом. Не знаю, может, он и не понимал, но вокруг были люди, которые очень серьезную работу вели по демонтажу Советского Союза, по обрушению экономики. Юлиан Семенович влез в эту историю вместе с Сашей Пешковым, первым замом своим. Пешкова отравили в Париже. Кстати, на обеде с Эдиком, с Эдуардом Лимоновым. Естественно, Лимонов к этому отношению не имел. Я помню реакцию тогда своего товарища и соавтора. Мы над книгами работали много. Книги издавались во Франции. Франсуа Моро, обозреватель ВСД, как он был напуган, потому что ему запретили публиковать материалы об этом расследовании. Сказали, что там не только русских будут убирать, но и французов. Так что я думаю, вот эти обстоятельства, может быть, когда это присоединится, может кто-то напишет роман или снимет книгу об этом. Сразу хотел бы сказать, что да, бенефициаром устранения Семенова был Артем Генрихович Боровик и Хельчевская. Но уверен на 100%, что они не имели отношения к устранению. Они воспользовались ситуацией, может быть, им был какой-то карт-бланш. Естественно, это не тот человеческий материал. Эти люди не могли стоять за вот этой трагедией, которая произошла с Ульяном Семеновичем. Не хочу погружаться в детали. Просто мне хочется, чтобы людям, когда смотрят им на мгновение весны, и там слушают прекрасную музыку Теревердиева, или песню исполнения Иосифа Капсона, не забывали, что вот всего этого не было бы, если бы не было Юлиана Семеновича Семенова. Человек, вот это банал такой, ну просто полнейший, но это действительно человек с большой буквы. Я его помню. Мне прошлым летом удалось встретиться в Испании с Оливией Лихтенстайн, своей подругой британской, режиссером, известнейшим режиссером в 90-е. Она работала на BBC. Вот она снимала, делала фильм о Гулиане Семенове тогда, в 90-м году, весной, когда произошла вот эта трагедия. И она непосредственно снимала вот все, что произошло. Вот этот его первый удар, который с ним случился, и потом ездила с нами в госпиталь. Она передала какие-то, кстати, оставшиеся материалы для фильма о Юлиане Семенове, который называется «Крым». «Крым» Юлиана Семенова, который был показан тоже в прошлом году. И она сказала, что он в ее представлении был очень-очень русским человеком. Юлик Ляндрис. И это действительно правда. Вот это удивительная игра, конечно, с русскими. Потому что сейчас есть там политические украинцы, с которыми мы воюем, они русские. Просто за 30 лет им так переформатировали мозги, что вот эта жесть происходит день за днем, когда бывшие ВСУшники сбивают двух беженок. на Лазурном берегу во Франции, потому что подумал, что они русские. Они заявили во французскую полицию на него, скажут, что они подвелись нападению из-за того, что они украинки, что на них русские напал. Ну, узнаете, наверное, эту историю. Вот эта жесть происходит. Я к тому, что русский – это не тот, у кого генетика русская, а русский – это тот, кто думает по-русски. И там Маргарита Симоньян, вот она армянка-армянка, она совершенно русская. Вот, и Юлиан Ляндрис, Юлиан Семенович Семенов был абсолютно русским человеком по тому, как он видел мир, так называемый русский мир. Такого термина тогда не было. Но он про это очень много думал. И это удивительно, что по многих аспектах он был провидцем. Мне жаль, что не все помнят о том, каким он был, что он говорил и ради чего он жил. Я никогда не взялся бы оценивать Юлиана Семеновича Семенова как литератора и писателя, потому что есть специально обученные люди, у них профессия, так называется, литературоведы. Вот, они гораздо грамотнее могут разложить по полочкам все его творчество. Я его могу оценивать как медиа-менеджера, организатора и как человека. Я считаю, что это один из самых ярких и знаковых авантюристов XX века. Под авантюристами я имею в виду позитивное качество человека, который, есть сейчас такое слово, челлендж, вызов. Человек, который умел делать проекты, которые сами по себе были вызовами. И он сам был таким проектом. Это был вызов системе. У меня впечатление, что он сумел каким-то необыкновенным образом обмануть систему, потому что про него говорили, что он сотрудничает с Комитетом государственной безопасности, что он был завербован после того, как случайно на охоте застрелил лесника. Известная достаточно история. Не знаю, правда это или нет. Сотрудничал он или нет, опять же, я не знаю, потому что любых более-менее заметных журналистов, он был очень заметным публицистом и репортером, конечно, пытались вербовать. Ну, вербовали. Завербовали или нет, не берусь сказать. Во всяком случае, я помню, несколько раз был свидетелем в Мексике один раз, а второй раз во Франции, когда его зарубежные журналисты спрашивали, что поправдали, что вы полковник первого управления КГБ. Он возмущался и говорил, что это вообще абсолютная ложь. Я уже давно генерал, никакой я не полковник. То есть у него была такая манера, которую сейчас бы, наверное, опять же, если мы говорим о современном сленге, назвали бы троллингом. Он любил потроллить своих зарубежных коллег. Но дело в том, что он умел, не будучи членом партии, членом КПСС, что вообще было удивительно для человека, который стоял в Союзе, писатель в Советском Союзе, и сейчас, наверное, немногие об этом помнят и понимают, каково это было быть таким несистемным. Создавал себе в партийных кругах, верхах репутацию человека с Лубянки. И там ему многое позволяло, потому что думали, ну, наверное, это он согласовал где надо. Он все время придумывал какие-то ходы. Я помню, когда он организовывал первое частное издание в Советском Союзе. Это называлось совершенно секретно. И так сложилось, что я был первым штатным сотрудником этого издания. У меня до сих пор есть удостоверение за номером 001 из подписи Юлиана Семеновича Семенова. Требовалась виза тогдашнего куратора всей медиаотрасли Егора Кузьмича Легачева, члена Политбюро ЦК КПСС. И он сказал, что он не может позволить даже такому писателю, уважаемому авторитетному, как Юлиану Семенову, делать собственную газету или собственный журнал. И Юлиан Семенович сказал, у нас будет бюллетень. И сделал какое-то такое обоснование, что бюллетень это вообще не пойми чего. Вроде это даже как и не средство массовой информации. Отправил эту записку в ЦК КПСС и Легачев завизировал эту историю, потому что бюллетень, ну действительно, что такое бюллетень? И существовал так называемый главлит, где ставилась соответствующая виза на всю печатную продукцию. Так вот, поскольку совершенно секретно было бюллетенем, то, собственно, никакой визы, так придумал Юлиан Семенов, не требовалось. Он совершенно, как до этого, в советские времена, он был одержим идеей поисков интерной комнаты, вывезенной гитлеровцами из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Так вот, позднее, после 1987-1988 года, он был одержим идеей поисков так называемого «золотопартии». Ему это сделать не удалось, но он совершенно отпечатал не только людей, которые смотрят фильмы, экранизованные по его произведениям, не только людей, которые читают его книжки, но и тех людей, которые вообще изучают феномен личности, потому что он был потрясающий, совершенно штучный человек. И я уверен, что он пока еще в полной степени не оценен нами, людьми, которые его наследовали, людьми, которые его знали и которые его помнят. Субтитры создавал DimaTorzok